друзья всем привет добро пожаловать на канал мы сегодня семейном составе все даже у нас катя за рулем я сегодня вроде пассажира вы не поверите как это кайфово ты куда едешь почему почему ты здесь не поворачиваешь да да бежал ты можешь пересечь в общем мы сегодня семейным составом здесь мой сын алан здесь моя дочь и сия может помахать и уши алан пока не может хотя нет почему алан помаши пожалуйста сыночек сынок помаши привет привет скажи ну что-то он там говорит в общем мы едем магазин Коско да мы стали американцами уже у нас есть Коско карточка мы теперь обладатели Коско карточка если у вас есть Коско карточка значит вы уже американец вам green card не нужна вам не нужен паспорт американский по факту вы уже американец и я не пристегнутый американец и поэтому мне могут полиция выписать штраф вот поэтому если вы обладаете обладатель Коско карточки вы американец имейте ввиду приезжайте в Коско покупайте карточку годовую она стоит 120 долларов там есть там можно дешевле взять за 60 долларов без кэшбэка 120 долларов стоит с кэшбэком мы взяли за 120 долларов купили себе гражданство сначала green card в виде Коско карточки а потом мы уже получили паспорт скоро получим паспорт Коско карточки там потом нам выдадут вот учитывая что мы граждане Америки мы едем в Коско затариваться у нас двое детей едим много не работаем живем нам тут деньги с неба сыпятся поэтому живем мы за счет того что Америка нам дает деньги так что так как то вот на этом видео закончим а теперь это был сарказм это было не серьезно а теперь если серьезно то мы едем в Коско да мы едем затариваться остановись остановись пусть у вас видит проед остановись да вот поедем короче в Коско затариваться Катя у нас практикует вождение в Америке она в Турции не хотела ездить в итоге ездит Америки нет заново не надо снимать потому что это live формат у нас мы говорим и показываем все как есть вот Катя любит ездить с очками она сразу одевает очки и чувствует себя сразу какой-то я не знаю в шумахером в матрице с шумахером Ася комментирует не ругай маму говорит постоянно смотрите какая красота сейчас вам покажу красоту где мы живем так поворачивая камера да смотри какой большой корабль скорее всего из-за него вот перекрыли мост и сейчас он когда переплывет проплывет над мостом тогда мы только сможем поехать видишь дочь в общем да здесь уже круизные лайнеры большие видите да ладно ну да маленький более в общем да красота здесь неописуемая круизные лайнеры джетские отдыхающие американцы и мы мигранты приехавшие завтра праздник какой праздник ой американцы которые не знают праздника день независимости боже храни Америку да в общем мы мигранты которые приехали и еще не можем позволить себе ни яхты ни джетские вообще ничего мы себе пока не можем позволить только коска да только коска в нашем случае поэтому едем коска натальится я хочу показать КОСКО да мост поднимает давайте посмотрим Санкт-Петербург Санкт-Петербург привет мост поднимает так попробуем приблизить вот так вот да смотрите видите мост подняли вот такие вот дела не только у вас в Санкт-Петербурге мосты поднимают еще здесь поднимают вот едем в КОСКО показать вам продукты хотя Все, у меня камера садится уже, что-то она подразрядилась. Настоящий блогер. Настоящий блогер, который не заряжен на камеру. Катя нас везет, к счастью, хорошо везет пока Катя. Катюша теперь чаще будет выходить в влоги, я теперь буду меньше говорить, а Катя будет больше говорить. Буду говорить всю ерунду, как обычно вы мне пишите, что я говорю всякую фигню. Вот я собственно говорю всякую фигню. Едем в Коско затариться, показать вам продукты. Поднялись ли цены, не поднялись цены, поэтому в общем оставайтесь вместе с нами, продолжение следует. Поехали. Ну что, семейство все приехало в Коско, а Коско ждет нас. Вот она собственно Коско. Дочь, не отставай пожалуйста. Вот недалеко от нашего дома есть Коско. Десять минут. Десять минут, да? Десять минут. В этом магазине затариваются как и богатые люди, так и бедные люди. В общем все. А мы любим Коско за то, что здесь для нас самые лучшие овощи и фрукты. Пока мы еще не нашли оптимального цена-качество. Да. Поэтому раз в две недели, как и в Аланье. В Аланье мы ходили на базар, а здесь мы ездим в Костко за овощами и фруктами. К сожалению базаров таких нету, поэтому приходится ездить в магазины. Хотя, честно говоря, хотелось бы, чтобы были базары здесь, как в Аланье, с такими продуктами, как и в Аланье, да. Было бы кайфово. Ну, как говорится, найти что-то свое всегда можно. Так, идем за тележкой и идем в магазин. У меня садится камера, буду снимать на телефон, скорее всего. Поэтому, я думаю, что качество на телефоне не испортится. Тележки, кстати, слава богу, здесь без всяких денег ты берешь без 25 центов этих. Просто взял и пошел. Так, карточка есть у тебя, да? Все. Идем. Идем Костко. Костко нас встречает, как и в прошлом ролике, в том году мы снимали своей бытовой техникой и телевизорами. Акционными всякими товарами. Я на этом заострять внимание не буду, я никогда это не снимал. Я снимаю только еду, потому что, как правило, в таком магазине, как Костко, это не интересно никому. Всем интересно, что стоит еда. Да. Можно на коляску? Да, у дочки коляска, здесь не пускают с такими колясками, поэтому в этот раз пустили. Ну, хорошо. В нашем случае первым делом овощи и фрукты, а потом уже все остальное. Поэтому будем снимать, показывать вам, что почем. И сравним цены с прошлым годом. У нас есть ролик. Нам самим интересно посмотреть, насколько подорожало все. А сейчас в Америке предвидят какую-то очень серьезную стагнацию. Поэтому цены очень сильно растут на все здесь. Да, Америка тоже не святая, а здесь тоже цены растут на все. Поэтому не удивляйтесь. Итак, нас встречают ананасы, ананасы, что-то рекламируют. Пайн Айпл стоит у нас 2.49, сегодня скидка и девочка так красиво все рассказывают, но пайн Айпл нам, мне кажется, не нужен. Вот наша мамочка идет. Мам, ну что там у тебя? Так, я добыла виноград. Так. Смотри, написано 3 паунда, это 1,36 килограмма. Чуть меньше, чем полтора килограмма. Чуть меньше, чем полтора килограмма. Чуть. Так стоил 7, со скидкой сейчас 5. Поэтому взяла тебя побаловать. О, ничего себе. Со скидкой. Обычно малинку мы берем, клубнику и органик голубику. Вчера мы взяли в одном магазине неорганик. Вообще-то такое. Не зашло. А это органик? Тоже должно быть органик? Вот эти фирмы они органик. Нет, должно быть написано органик. Ну видишь, ничего не написано. Нет, нет. Значит ты не органик взяла. Сейчас пойдем возьмем органик. Ну залажься и умурься. Так, ладно. Идем покупать манго. Манго у нас органик. И вот я сейчас покажу вам цену. 7,49. Это же манго, да, у нас? Да, манго. А есть еще за 8,99. Вот такой вот тайская манго 8,99. А простой манго стоит 7,49. Это за 2,2 паунда. Так, это получается чуть больше полутора килограмм здесь манго. Манго. Какой там манго, конечно, не очень выглядит. Но здесь самое нормальное манго, органик и самое вкусное манго. Поэтому сейчас будем выбирать. Ну что там, нашла что-нибудь? Да, я с авокадо. Столько стоит авокадо? Авокадо ХАС 6 штук стоит 8,99. 8,99. ХАС. Ты выбрала нормально, да? Да. Авокадо стоят. Ну да. Так, а что? Это огурцы. Что это стоит? 5,99. 5,99. То это огурцы. Здесь сколько? Не органик. Не органик. Здесь сколько? Ну здесь, наверное, 2 паунда, да? Скорее всего. Сейчас вам покажу. Так, значит, авокадо стоит ценник 8,99. А огурцы стоят 5,99. Вот это вот органик считается, представляете? Вот это вот. Они такие вообще невкусные, просто ужасные. Я не знаю, может американцы к ним привыкли. А вот это вот не органик, но они более-менее адекватный вкус хотя бы. Ну хотя бы вкус адекватный. Я понимаю, что стоят они 100-100-5,99, короче. Перец стоит 4,99 за 2,5 паунда. Здесь в паунде 400 грамм, короче. Почти 400 грамм, 3,99. Вот здесь такой перец болгарский, как мы его называем, стоит 7,99 за 1,3 паунда. Морковка стоит 5,99 органик. Берем помидоры на веточке, пробуем. Мы были в банке, оформляли карточку и наш консультант сказал, что вкус хорошие помидоры на веточке. А килограмм стоит 6 баксов. Возьмем, попробуем. Да. Так, несем обратно клубнику с малины, они не органик. Сейчас посмотрим, где органик есть. Попробуем купить органик. Так, вот тут у нас будет клубника и малина. Оставим пока здесь ее. Может быть, обратно заберем. Так, вот клубника. Стравбери. Стравбери стоит 8,49 органик. Вот она органик, можно ее брать. Сейчас выберу. Червешня не органик стоит 12 баксов. Здесь почти 2,5 килограмма черешни. Такая вот цервисня. Потом, что здесь мы имеем. Как Катя сказала, виноград стоит 5,99 вместо 7,50. И здесь почти 1,5 килограмма винограда. Второй белый виноград стоит 8,99. И здесь тоже, а, здесь больше винограда. Здесь 2, почти 3 паунда, 1,5 килограмма. Тоже, а, не то же самое, в принципе. Я уже туплю. Что здесь у нас есть? Здесь у нас есть малина. Малина единственная. Это, да? Или вот. А вот она малина органик. Вот она, USD. Так. Мы сейчас ее берем. Катя, как обычно, сделала не ту. Вот. Поэтому забираем малинку. Малина стоит органик 6 баксов за, получается, 700 грамм где-то. Ну, не знаю, переводите. Вот 7,9, почти 8 паундов. Поэтому, сколько это будет там? Ну, 700 грамм где-то, плюс-минус. Вот. Так. Голубику мы уже взяли. Голубика Blueberries. Blueberries стоит 9 долларов. Это органик. А есть неорганик, да, Blueberries? Какой-то она взяла неорганик нашли. Да. Вот она взяла органик. Все правильно. Так. Органик стоит 8,99. Неорганик стоит 6 баксов. Я все округляю. И вот, собственно, здесь должно быть... Это неорганик Катя взяла. Значит, мы берем органик. Клубнику берем сейчас органик. И двигаем дальше. Что-то есть органик, что-то неорганик. Ребят, стараемся брать органик. Как будет через месяц и через два? Понятия не имею. Честное слово. Так. Все. Вот это нормально. И вот это нормально. Все. Что остальное я могу показать вам здесь. Морковь такая маленькая. Стоит 6,99 за 1,7 паунда. Такая... Я не помню. Продается в Турции такая. Это что такое у нас? Это спаржа, да? Нет, это не спаржа. Это какие-то ветки. Я, честно говоря, не знаю. 5,99. Салаты здесь стоят 8,99. 9. Так, 8,99. Здесь салат стоит 7 долларов, 8 долларов. 9 долларов, 8 долларов. Такие вот салаты в упаковках. Мы берем... Мы берем вот такой вот салат. Он органик. 6 долларов стоит. И очень даже, очень даже прикольный салат. Я, наверное, возьму его тоже сейчас. Но мне рук не хватит. Так, вот здесь тоже органик. 6,50 стоит салат. Это листья рукколы, скорее всего, да? Да, то есть листья рукколы. Здесь вот такая есть капуста. Как говорят у нас китайская. Она стоит 7 долларов. 1,2 паунда. Почти 1,2 паунда. Почти 7 долларов. Ну, не знаю. Ценник. Мы такой не покупаем. 6,5. Здесь органик. Что такое органик? А, это этот. Как он? Ой, забыл как называется. Блин, представляете, забыл как называется. В общем, 7 долларов. Так, цветная капуста, не органик. 2,7 паунда. 5,50. Ну, не дешево. Конечно, вообще ни разу это резкие цены. Поверьте мне. Вот спаржа стоит, кстати, вот спаржа, я говорил. 7 долларов стоит спаржа. 1,5 килограмма спаржа. Кукуруза. Я думаю, неинтересно будет. Но, тем не менее. 5,49 кукуруза. Здесь какая-то фасоль. Органик. 5,50 за 3,2 паунда. И вот шампиньоны. У нас любят шампиньоны наши. Все русскоговорящие. Вот 5,4,50. 1,5 килограмма, короче. Вот так. И какие-то еще другие. Вот тут есть органик. 6 долларов за 2 килограмма. Там почти чуть больше 2 килограмма. И здесь вот тоже почти 5,50 долларов органик. Только это, я не знаю, что-то за шампиньоны может тоже. И здесь вот такие вот нарезки есть. Цены не вижу. А, вот цена. 10 долларов стоит здесь. Что у нас? Дыня. А, это дыни. Все разные виды дыни, да? И получается виноград. Ну, я так, я бы, честно говоря, не покупал бы такой. Я бы сам купил бы, нарезал бы и все. Как-то так. В том году мы показывали вам... А, вот еще, прошу прощения. Есть еще вот мы покупаем яблоки. Яблоки мы покупаем органик. Дети много едят яблок. И малой, и дочка тоже. Прям, я сейчас возьму прям две. Потому что они просто уходят как за раз, на раз, два, три. Стоит 5,50. 1,8 паундов. Соответственно, это где-то больше килограмма. Ну, всего две, где-то так. Вот. Мужик поет здесь. Убирает яблоки, поет. Вот. Яблоки такие же зеленые, тоже органик, 5,50. Тоже самый вес. В общем, яблоки здесь прикольные. Очень вкусные яблоки. В том году, когда мы приехали, мы купили такие круассаны. Они стоят 6 долларов. Я не помню, сколько в том году стоило. 6 долларов все стоит. По-моему, дешевле. Они стоили 5 долларов. На доллар подорожали. Блин. Вроде вкусные, но такие жирные круассаны. Они реально вкусные, но очень жирные. Поэтому, кто любит круассаны, конечно, можно купить вот такую упаковку. Большую. Просто огроменная. 1,7 паунда. Почти килограмм круассаны, короче. Не почти килограмм, а больше килограмм получается. Так, помидоры 5,99, которые мы взяли. Есть такие вот помидоры разноцветные. Невкусные, не рекомендую. Стоят 6,99, 7 долларов. Есть вот такие вот помидоры. Мы тоже их не брали, но как бы не решаемся пока. Стоят 6,99. Здесь 3,5 паунда. Это почти 2 килограмма. Я округляю. Не обессудьте. Я реально все округляю. Потому что, ну, сейчас в паунду переводить в килограммы это тоже бред. Вот. Поэтому так вот. Так, по мясу. По мясу. Это что у нас такое? Это хинди. Это чикин, да? Чикин. Это чикин, да. Чикин у нас стоит за 1 паунд. За 1 паунд стоит 5,95. Здесь в основном вот ценник уже на 30 долларов. Здесь сколько паундов получается? Ну, вот 5,50. Это какая часть? Это вот филе. Это бедрышки. Вот. Цена. И ножки здесь есть. Ну, упаковки большие. Сами понимаете. Плоская. Это упаковки большие. Так. Пойду к споим. Так, сладкое не показываю. Это не каждому интересно. Показывай мясо. Мясо, да. Пошла и хочу взять. Это баранина. Посмотри какая она. Да, красивая. Она очень красивая. Да, упакована точно классно. Ну, и такая прям молодая ягнятина. И цена у него очень приятная. Да, отлично. Сколько за эту упаковку? 23? Ну, за 4 доллара. 24 доллара. Восемь долларов за полки. Да. За полки. Пойдем? Да, возьмем, конечно. Хорошая баранина. Ну, попробуем во всяком случае. Так, что здесь есть? На вид красивое. Что здесь есть? Ребятам показать мясо. Всем интересно, сколько в Америке стоит мясо. Это индейка. Индейка стоит. Индейка стоит. Это я даже не знаю, сколько она стоит. Здесь написано за паунд. Здесь вот написано за упаковку. 17,65. Вот за паунд 4,49. Слушайте, ну, дешевле даже, чем курица. 4,49 за паунд. Ну, на доллар дешевле за паунд. 17,65 такая упаковка. Они очень красиво упаковывают. Коста молодцы. Качество мы пока еще не пробовали. 16,21, 14,66, 15 долларов. Так что, так вот. Так, что здесь? У нас тоже индейка, только фарш. Фарш стоит 14,99. Это у нас за упаковку. А точнее, нет. Это я вру вам. Это не за упаковку. Я не могу понять. Тут много так фарша. 4 упаковки в одну упаковку. 4 штуки в одну упаковку. Вот так скажем. Ну, очень много. Так сколько стоит вся упаковка? Это как? А, да. Получается, ребят, это фарш индейки. Здесь 3,80 паунда. Почти 2 килограмма фарша. И индейки стоят 15 долларов. Вот. Мне кажется, нормально. Нет? Более чем. Более чем. Я скажу, что да. Более чем. Так. Еще по мясу немножко пробежимся. Здесь у нас тоже... Так. Это что такое у нас? Что такое? Я вижу, что это курица. Чикен. Я показывал. Давайте дальше посмотрим говядину. Чтобы не затягивать ролик тоже. Я не хочу, чтобы вы там лишнюю воду смотрели. У говядины. Фарш говядины стоит 4,49 за паунд. Вот такая вот... Вот такой вот фарш. Офигеть. Сколько здесь? Здесь очень много. Короче, 30 баксов. Вот. Есть такой фарш. Он стоит 20 долларов. Он упаковки. Вот такой. Я вам показывал. Упаковки 20 долларов стоит здесь... Не знаю, сколько килограмм. Кусок мяса 215 долларов. Стоит говядины. Здесь вот такой кусок тоже стоит 70 долларов. Здесь разные. 80 долларов. В зависимости от веса и от куска. Здесь, соответственно, стоит 155 долларов. Вот какая-то крутая часть говядины. Потому что очень маленькая и дорогая. Здесь у нас 111 долларов. Какая-то тоже другая часть говядины. Короче, если говорить по паундам. Вот 25 долларов стоит паунд. Вот 20 долларов паунд. 11 долларов паунд стоит. И вся говядина очень разная. Вот они тут ее кромсают. Вот тут вот за стеклом. Потом уже приносят вот так вот. И кладут на прилавок. Как говорится, в загнивающем западе очень мало еды. И очень дорогие цены. Поэтому здесь все очень печально. Как вы видите, да? Какого какие-то вида мяса есть. Вот честное слово. Любого вида мяса есть. Я понятия не имею. Какой-то кусок говядины. Но выглядит очень хорошо. Прям шикарно выглядит. Даже у меня сын там уже кайфует. Видите? Говорит, папа, купи мясо. Пожарим. Так что вот так вот. Двигаемся дальше. Ну что ты? Как движение проходит? Нормально. Нормально? Да. Да. Накупили всего, да? Всего-всего накупили. Бананы. Мы обезьянки едим бананы. Да? А я пугайчик. Ты попугайчик? Да. Ничего, все. А я кто-то? А ты слон. Слон? Да. Ничего, все. Я слон. Значит, я много ем. Да. А мама кто? Мама корова. Корова. Тоже неплохо. А братик Алан? Овечка. Ты попугайчик, значит? Я слон, мама корова, братик овечка. Нормально ты устроил. Все. Вот так и живем. Кто слон, а кто корова. Так, по рыбе. Рыба. Здесь продаются такие куски большие рыбы. Которые стоят 30 долларов. Мне кажется, как в том году я снимал то же самое было. 30 долларов в среднем. Все то же самое. По цене за pound здесь 11 долларов. Здесь, соответственно, уже больше pound, понятно. Полтора pound здесь минимум. Здесь дальше у нас есть по рыбе тоже. Вот. Соображать бы еще какая-то рыба. Значит, по рыбе белая рыба какая-то. fish tailwind plate 24 долларов. Здесь вот какая-то другая рыба 11 долларов. Она такая охлажденная, короче. Ну, красивая она вид. Очень красивая. Я не знаю, я в среди земноморья такое не видел. Здесь вот какая-то другая вот красная рыба. Другой, так понимаю, марки или другая красная рыба. Отличается, потому что она стоит 12 долларов за pound. Естественно, она немножко подороже. Ну, как немножко, она 10 долларов всего лишь на все. Получается 40 долларов в среднем. Вот 40 долларов. 44, 41, где-то 37, где-то 36. В среднем 40 долларов вот такая вот штучка будет. Плюс-минус. Вот другая немножко. Так. Здесь у нас идут морские деликатесы в виде креветок. Так. Цена, допустим, вот этой упаковки 40 долларов. Вот креветки. Здесь немножко подешевле креветки. Поменьше, наверное, да? В 25 в среднем стоит. Вот 20, 25, 23, 20. Вот такие креветки. Ну, короче, красиво смотрится. Вот прям хочется реально купить с каждой, попробовать. Вообще, вот изобилие еды, конечно, и упаковка еды здесь очень прикольная. Косток, конечно, в этом плане очень сильно рулит. Маркетинг у них прям крутой. Вот. Гребешки эти, я так понимаю, да? 32 доллара стоят. Морские. Вот тут у нас лобстеры, да? Лобстеры. 40 долларов. 41, 52, 42. Ну, 50 долларов в среднем получается упаковка. Здесь у нас крабы морские. Стоит 35, 35, 40. Упаковка. Упаковки 2,5 паунда. Вот. Ну, красиво же упаковано. Смотрите, какие клешни большие. Вот. 35 долларов. Класс. Класс. Здесь уже готовое мясо пошло. Готовое мясо. Если взять, нарезать и пожарить. 35 долларов. Ну, собственно, и здесь у нас готовая курица есть. Прикольно взял, нагрев кинул и все. Сколько стоит? 4 доллара упаковки. 20 долларов. 20 долларов. 20, 20. Ну, ребят, ну, прикольно. Смотрите, 20 долларов вы отдаете. Даже если сегодня взять в лирах там или в рублях. Если в рублях, это будет там 1100 рублей. Если в лирах, это будет там почти 400 лир. Вы берете на всю компанию. Жарите курицу на гриле. Уже замаринованную. И она реально очень вкусная. Мы покупали готовую. Но она немножко островатая, по мне, была. Вот. Так, мясо. Вот мы взяли такое мясо. Уже Катя взяла, показала вам. Вот какие-то здесь баранины есть. Стейки. Есть разные куски. А это уже свинина пошла. По ней прям видно свинина. Я покажу вам свинину. Мы свинину особо вообще не едим. Я, в принципе, ее не ем. 23 доллара. 20 долларов. 24 доллара. Вот. Здесь такой кусок большой свинины. 15, 16 долларов. Посмотрите, какой здоровый кусок. Просто. Так. 25 долларов. Какие-то. Типа под сало, да? Скорее всего. Здесь, вот, смотрите, кусок свинины. 45 баксов. Ой, блин, какой тяжелый. Охереть. Так. Ну и, соответственно, здесь котлетки свиные тоже. Цена. Цена за котлетки. Ухи, как много здесь. Цены нету. Вот опять. Так. Здесь опять морские. Что-то вообще здоровые какие-то. Крабы, блин. Какие-то вообще. Просто огроменные упаковки. До сих пор я не проверил упаковку. Так. Здесь у нас курица. Ну, курица я уже показывал. Это просто упакованная курица. Вот он, ряд курицы. И сегодня очень много людей. Потому что мы приехали в воскресенье. Самый удачный день выбрали для съемок. Ну, мы уже приехали, поэтому снимаем. Вот. Самое главное показал овощи и фрукты. Показал вам мясо. Сейчас пробежимся по сырам. По запрещенке. Да, и для Турции тоже по запрещенке. В Турции вообще мало сыров. Только это местный. Что мы здесь. Мы, на самом деле, в том году объели сыров. Я вам скажу, что вот, допустим, я такой президент. Он уже с ней по акции. Он стоит 7 долларов. В рейд. Вот в том году мы его ели. До такой степени объели, что в этом году мы купили такие типа, ну, классные, но уже все. Здесь вот есть местная марка. Перлстон тоже приедет. Стоит 7 долларов. Вот. И, как бы, объелись этих сыров уже. Но есть реально классные сыры, очень вкусные. Есть, конечно, не очень вкусные, но в основном это очень вкусные. Так, что вам показать по сырам. В этом, конечно, спец у меня Катя. Ну, вот, допустим, такой вот кусок голубого сыра. Для вас это вообще, мне кажется, для Турции, для России. Это уже просто реально, это очень роскошь такая. Стоит всего лишь 12-13 долларов. Здесь, чтобы вы понимали, а сколько здесь по килограммам написано здесь. Должно уже быть написано. 1,6. Что? Ага. Это, получается, не совсем понимаю, или я что-то не понимаю. 8,89 долларов. А сколько здесь по килограмму? Туплю, короче. Я, ну, тут полкилограмма точно есть. Точно есть полкилограмма. Я прошу прощения. Я стараюсь корректно вам все донести, но не всегда все получается корректно. Тем не менее. Сыр, понятия не имею, что за сыр стоит 7 долларов. Вот сейчас бы Катюса пригласить. Вот знаю, вот такой вот твердый сыр. Он стоит 6 долларов вот такой кусок. В данном случае это за pound. Здесь 13 долларов за этот кусочек. Для Америки это недорого. Да, я понимаю, что вы сейчас смотрите, сколько 13 долларов за кусок. Да, вы что, офигели? Для Америки это недорого. Ну, правда, недорого. Вот есть готовый сыр такой вот, он стоит 14 долларов. Видите, для ленивых хозяев и хозяйчик. Взял, купил, насыпал на пиццу и все. Вот. Есть еще сыр типа Бураты. Кто любит итальянский. Сейчас покажу вам. Здесь она есть. Вот здесь фета. Фета стоит, где у нас фета здесь была. Вот она фета. Стоит у нас 4,19. А здесь вот стоит греческий сыр. Органик, кстати, 12 долларов. Здесь вот есть неорганик Бурата. Вот она Бурата. Неорганик, оказывается. Какие-то есть тоже добавки. Вот. И здесь, соответственно, есть такая маленькая моцарелла. Это моцарелла. Она стоит 6,30. А Бурата стоит 8 долларов. Вот она. Вот. Так. И еще по сырам. Тут моцарелла есть. Стоит 8 долларов. Округляем. Вот 9 долларов. Округляем. Здесь вот такая вот маленькая. То есть вот такое у нас. Типа моцареллы тоже. По-другому упакованы. Вот. И идут колбасы. Колбасы показывать не буду, потому что это очень специфичные. Колбасы они сладкие, невкусные. Пока мы не нашли свои колбасы здесь нормальные. Как мы привыкли. Соленые или менее соленые. Просто все сладкое. Вот реально все сладкое. Может быть, я не знаю, кто-нибудь здесь покупал Коско из смотрящих меня из Америки. В Америке все Коско одинаковые. Может быть, вы понапишете мне пожалуйста в комментариях какую мне взять колбасу, которая не будет сладкой. Я не знаю что за фетиш у них. Ну понятно, что вот это скажете несладкая. Я соглашусь. Вот это вот не сладкое. Вот это вот несладкое, но она вот тут острая есть. Вот. Ну, а так в основном, если брать вот такую ветчину какую-нибудь, вот такую ветчину, то это очень сладкая колбаса. Она стоит 9 долларов. Вот. Или вот такую вот, допустим, какую там, не знаю, нарезку. Они стоят 7 долларов. она очень с виду прикольная, но сладкая, я не знаю почему вы знаете, Коска очень большой магазин и показать вам все практически невозможно потому что это нужно реально прям ходить целый день по каждому ряду, да и вы устанете смотреть вам перестанет быть интересным я показал вам именно то, что я снимал в том году и хотел как бы для себя сравнить я буду вставлять какие-то фотографии у меня были по фруктам, по овощам, может быть каким-то там по моментам, которые мы покупаем я буду вставлять фотографии где мы в том году покупали, какая цена была и в этом году такую я озвучиваю хочется просто донести то, что именно в обиходе всегда то, что вы покупаете, это именно снимать это я там могу снять и алкоголь, в принципе здесь его очень много там есть среды, где можно снимать все сухие продукты которые на полках стоят но это прям срыв мозга и поэтому я не решаюсь на такое и не готов к этому в общем, ребят, я надеюсь, было интересно ставьте лайки, подписывайтесь пишите ваши комментарии не всегда нам интересно пишите ваши комментарии обязательно как вам цены, как вам упаковки, как вам магазин кто не смотрел в том году ролик обязательно проходите по ссылке вниз посмотрите его еще увидимся пока-пока stop drop shut them down open up oh no that's a rough rider's roll what's up that's a rough rider's roll